Доброе утро дорогие друзья! Вы на канале питомника Марина Стик. Сегодня 3 апреля 2021 года. И детонькам Юленьке исполнилось сегодня 3 месяца. Это вот эта красавица Эмилия, которая остается жить в питомнике. И ее братишка, вот этот красавец Ирбис. Да, завтра ребята едут на прививочку. Последнюю, заключительную. Эти детки проданы. В продаже из этих пометок остался только вот этот красавец Зев. Карамельный, сладкий пупс, очень ласковый. Да, очень хочет на ручки Зевсик. Очень хочет на ручки Зевсик. Поздравляем детишек с днем рождения. Завтра папа из города поедет. Обязательно она привезет нам всяких вкусняшек. Пока мы без автомобиля. Везут нас родственники. Поэтому что можем, то здесь и покупаем. Приезжает к нам автолавка 2 раза в неделю. Можем купить себе хлебушек. Одним словом, выкручиваемся с продуктами по мере сил и возможностей. Поэтому пока вот, скажем, с вкусняшками на день рождения сегодня не получится, а завтра получится точно. Значит, какие у нас еще новости? У нас переехала Зеона. Вот там мы построили ей загончик. И теперь у нас тишина. Мамочки наши успокоились. Деток мы, как говорится, отгородили друг от друга роженицы. И теперь, в общем, мамочки успокоились. У Ксюши дела хорошо. В отдельном видео покажу парнишек. Малыши, вот видите, пока я снимала видео про Мишельку, все тут играли и дружно кричали, мешали мне видео снимать. А тут на видеосъемку выстроились они в рядок. Видите, сели такие, позируют. Мы, говорит, порядочные. Вот когда их показываешь, да, они так хорошо себя ведут. Прям вот все сидят на меня, смотрят, слушают. Прям вообще. С самого воспитания. А пока про Мишельку видео снимала, тут такое бесячество было. Это называется, отвернитесь спиной только-только на минуточку. Мы вам покажем, на что мы способны. А вот такие вот детишки у нас. Очаровательные малышки. Все детишки уже в резерве, ждут своих мамочек и папочек. Ксюша пошла проверять мой компьютер, да. Кто-то жить с нами остается. Это вот эта вот бандитка Зося и вот эта красотулька Яночка. Очень ласковая девчонка, постоянно хочет на ручки, да. Вот такой сегодня праздничный денечек. Конечно, мы найдем какие-то угощения. Просто я думала, что я их... Ну, я хотела бы их угостить куриными шейками. Кырыми, да. Потому что мы, скажем, хищники. Да. И нам надо мясо, скажи. А то что такое, скажи, урожок тут, понимаешь. Скажи, не хищное дело, то урожки кушать. Нам, говорит, мясо надо. Вот завтра папка поедет на прививочку и мясо приведет. Родители детишек, которые уже в резерве, кто в соцсетях зарегистрирован в ВКонтакте, в Инстаграм, лучше ВКонтакте. Мы уже получили на детишек подарки Роял Канин. И для того, чтобы мы вам их передали, нам нужен ваш e-mail. Последнее время я делаю быстрее. Я просто высылаю владельцу анкету. Он сам ее заполняет. Когда вы ее заполняете, после заполнения анкеты на сайте Роял Канин, вы имеете право выбрать скидку 25 или 30% на покупку корма, которым мы кормим своих щеночков. И это уже будет в зависимости от того, где вы планируете приобретать этот корм. Будет скидка либо 25, либо 30%. Для этого вы должны мне написать ВКонтакте. Я вам дам ссылочку на сайт Роял Канин с индивидуальным номером вашего щенка. Вы внесете туда его дату рождения, кличку и ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона, контактный и e-mail. И получите скидку, которой можете воспользоваться уже заранее. И к моменту приезда вашего щеночка домой его уже будет ждать. Корм, купленный заранее, со скидочкой, с очень большой скидочкой на самом деле. Малышка Зенка у нас не растет, ее даже не видно под Эмилией. Вот она тут у нас, Зенка. Вот она у нас тут, Зенка. Она очень обижает Зенка, обижает Эмилию, потому что Эмилия очень добренькая и спокойная. А Зенка пользуется добротой Милочки и постоянно ее кусает. Девс так и хочет показать. Говорит, показывайте меня, я жду мам и пап, я один остался. Из всех, скажи, из десяти щеночков, я, говорит, один остался, который маму-папу не нашел. Все уже маму-папу нашли, а я жду и жду. Говорит, где моя мама-папа? Вот это вот, мышонок этот, которого не видно. Тоже всегда в кадр. Да, я всегда, скажи, где моя мама-папа? Дуся пошла воспитывать малышей. Очень правильно, Дуся молодец, потому что малышня растет. Малышня хулиганит и безобразничает. Ирбис у нас прям вот звезда Ютуба. Обожает он у нас в камере. Да, в камеру только лапками и зубками не надо. А так, ради бога, я тебя снимаю по просьбам трудящихся. Давайте, давайте, все в камеру помещаемся. Так, это Зита у нас тот, что делает, грызет. Зачем-то нам хочет выбраться, да? Ты куда убежишь-то? К курочкам побежишь или к кроличкам? Ага. Там еще барон придет, Зитку по попке, по попке. Или Зитка его за хвостик, за хвостик. Вот так вот. И все в камеру, и все в камеру. Зевсик, а шо ж такое, скажи? Самый симпатюшечка такой. Мимимишечка такой. Ждет мамочку и папочку. Вот с детишками, когда их поближе к камеру подносят, все, скажи, и камеру из рук выбьет. И вот так вот они. И вот так вот они. Зевсик маленький у нас, кстати, мальчик. Он не миник. Вот у нас с Зенком. Миник он, она, миник, ее не видно, там мыша. Вот она, она с Зевсиком. Питанный парень, но не крупный. Вот можно даже с Эрбисом сравнить. Эрбис стандартный. А Зевсик, ну, что-то среднее, междустандартным. Таким, как Милочка. И крошечным, таким, как Зеночка. Зена, вылезет, тебя там вообще не видно. Ты уже у нас есть, собачка, бабочка. Вот такое у нас сегодня утро у детишек. Так, Слаточка тоже у нас в резерве. Мамочке привет передает. Заря, она с нами так. Зиточка тоже маме привет передает. Он хочет очень... Да ты-то я знаю, господи. Эрбис вообще от меня не отходит. Никогда он постоянно, как этот Мухтар на охране. Да, да, ты всегда у меня в кадре. Ты всегда у меня в кадре. Уже беру на ручки на кровать. Это же целует. Это же такой шпули-були. Счастье-то полные штанишки. И целуется, и целуется. Он же такой лоскучий пацан вырос. Спал, спал. Такая плюшка маленькая была, с плюшка. А теперь прям на кровать ему надо запрыгивать. И целовакаться, и игракаться. Да, лоскулька такая выросла. Вот такие уже совсем большие дети. Уже всем тут по три месяца. Все крутые, все такие деловые. Зенка, он уже там чего-то грызет в общей кучке. Уже ее опять не видно чем-то занятой малявочке. Чем-то занятой малявочке. Вот такие новости, дорогие друзья, у нас на сегодняшний день. 3 апреля 2021 года. Зевсику желаем найти побыстрее мам и пап. А малышей Ишек и Индиго тоже. Яночка, обязательно поздравьте от нас Индиго. Пусть на расстоянии, но мы переписываемся. Индиго хорошо себя чувствует. Очень умненький. Яночка его нахваливает. Говорит, замечательный мальчишка. И вот тоже сегодня ему исполняется 3 месяца. Совсем большой красавчик наш Индиго, который уже уехал в новый дом. В Санкт-Петербург. С друзьями и подписчиками нашего канала не прощаемся надолго. Сегодня еще будут видео про малышей Ксюши. Вчера меня спрашивали, как чувствуют себя Ксюша и ее дети. Обязательно покажу и расскажу про Ксюшу, про ее детей в отдельном видео. Это видео праздничное посвящено нашим именинникам. И Зеночке, конечно, тоже. Зена там вся в раздумьях, о чем-то она там задумалась. Чего-то, говорит, они там все едят. А Зена покушать любит, несмотря на то, что она маленькая. Она очень толстенькая, кругленькая. А ты очень любишь веселиться. Хвостяра. Трын-дрын-дрын-дрын-дрын. Да, да, да. Такой активный вырос парень. Милочка сидит, смотрит. Вот, вон они какие смешные с Зенкой вместе. О, Господи, Ирбис, ты что-нибудь камеру выбьюсь из руки. Да Ирбис же, Господи. Давайте я вот так поглажу. Это не даст. О, на Дусе напрыгали, она ругается на вас. Ребята. Ох, это невозможно. Это невозможно. А, это кусачья компания. Пиявки. Пиявки маленькие же. Больно же, больно же, больно же. Чем же вот такие жестокие дети? Все, уйду я от вас, злые вы, да, окусякаетесь. Все, дорогие друзья, всем пока-пока. До новых встреч. Оставайтесь с нами, подписчики нашего канала. А если вы не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, нажать на колокольчик рядом со мной, подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. Субтитры сделал DimaTorzok. Увидимся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...